Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Санава Бушиев. Сегодня представляем вашу внимание интервью с молодым человеком, с успешным человеком Мергеном Чиров. Представляем вашу внимание. Немного слов о Мергене. Мерген на протяжении всех наших протестов является нашим сторонником, поддерживает нас посредством сообщений в соцсетях. В основном в соцсетях. На сегодня он работает за рубежом, представитель зарубежной диаспоры, имени Китайской диаспоры. И он сегодня нам расскажет о себе, как получилось так, что он там оказался, и расскажет немножко о своих взглядах, о своей карьере. Итак, Мерген, представься, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Мерген Ачиров, мне 28 лет, и последние 10 лет практически я живу и работаю в Китае. Я уехал в Китай, можно сказать, случайно. В 17 лет меня отправили родители. Ну, на самом деле, если чуть пораньше я расскажу, чтобы было более понятно, в детстве я хотел стать военным, как многие у нас тогда было модно, на патриотических рассказах родители выросли. И после 9 класса даже планировал, не планировал, а поступал в Суворовское училище, в Тульское. Тогда документы принимали здесь в военкомате Алистинском. Приехал я в военкомат, начал подавать документы, чтобы поступить, но по зрению меня там зарубили. По состоянию здоровья, да? Ну да, то есть там сказали, что минус полтора зрения, на военку в Суворовске нельзя поступить. Единственное, что меня они не взяли, но буквально там через пару дней, через, там, как у нас бывает, через знакомых, нам сказали, что можно заплатить какую-то сумму, там, на тех временах, если не ошибаюсь, было 1020 рублей. И можно, мало того, что примут, и 100% выставят там. В то время мне лет 14 было, и, честно говоря, для меня это шок был такой, потому что я как бы на таких чисто юношеских чувствах патриотизма, справедливости, военные карьеры. То есть хотел, можно сказать, там, родину защищать, хотел жизнь этому посвятить, и с меня еще хотят деньги за это брать. То есть для меня в том возрасте, в таком юношеском, это в голове не складывалось, как это можно, как это так работает, да? То есть если ты с чистой душой хочешь свою жизнь посвятить этой профессии, и еще должен за это платить. Естественно, мы отказались, мы отказались. Отказались родители, или ты отказался? Я, честно, сам. Разочаровался? Разочаровался, да, потому что я не думал, что это так все устроено. И какое-то такое упадническое настроение было, дальше стал учиться в школе, и по, надо сказать спасибо маме, что она все-таки посоветовала, там, через знакомых, поступить в Китай. На то время это было достаточно дешево, потому что тогда был курс доллара 30 рублей, и учеба в Китае, она действительно, то есть, даже дешевле выходила, чем в Москве. В то же время Китай в тот момент очень сильно развивался, и там уже наши земляки учились. Это какой год был? Это был 2008. В 2008 году еще было? Да, курс был, он же скаканул в 2014, это примерно как раз когда я его кончил, точнее за годом раньше. И по тем временам действительно в Китае было учиться и дешево, и очень перспективно. Трудно было поступить туда? Поступить было нетрудно, потому что у китайцев они тоже очень хитрая система. Они берут всех подряд, они берут всех подряд, кто может платить за обучение, но если человек плохой успеваемости, плохой посещаемости, они его отчисляют. То есть, там реально приезжают студенты, год-два учатся, бывали такие, и их отчисляют, но при этом они уже там университету платили за год-два обучения. То есть, в этом плане поступить несложно, а вот получить диплом, закончить это тяжеловато. Как у тебя было с китайским, прежде чем ты поступил? Мне вообще китайская норма. То есть, это возможно, да, без китайского, учиться в китайском университете? Да, там первый год, это полностью языковые курсы, то есть, только обучают языку. Кто-то один год учится на языковых, кто-то два, а после года-двух уже поступают на профессию. По какой специальности ты учился? Международная экономика и торговая. А тебе трудно ли было учиться вообще? Вот, я знаю, ты закончил и понимаю, что закончил неплохо. Вот, трудно ли было вообще учиться это время с периодом? Да, учиться было трудно. Во-первых, сам язык довольно-таки сложный. Менталитет другой совершенно отличается. Сама культура китайская. То есть, ну, ко всему этому было трудновато привыкнуть и освоиться. Но я больше воспринимал это как шанс. То есть, когда я приехал в Китай, в Пекин учиться, там на самом деле было немало калмыков. Нас там, может, человек 30 было точно. Студентов я имею в виду. И большинство все равно были дети таких из обеспеченных семей, там, чиновников и бизнесменов калмыцких имеется в виду. И для них было обучение, как бы, ну, для многих, наверное, это, как бы, не то, что прям последний шанс. Это какой-то шанс. То есть, даже если они получали дипломы, им не обязательно было там работать по профессии. Они могли в Калмыкию свободно вернуться, там, в Москву, то есть, родители могли пристроить. У меня была чуть другая ситуация, потому что меня отправляли именно с конкретной целью получить диплом, работать по профессии, ну, как-то карьеры, построить какую-то карьеру, финансовую стать. Это даже было как-то странно, даже когда я уезжал в 17 лет, ну, тоже можно сказать, особо ничего не понимаешь человек. Мне многие родные, кто-то в шутку, кто-то так, говорили, что там, ты не возвращайся, лучше там зацепись и нас за собой забери. То есть, ну, более старшего поколения люди, это, часто такое говорили, ну, так, вроде бы в шутку, а иногда начинаешь задумываться, потому что не шутили. И ты остался там, да, после обучения или нет? После обучения я вернулся в Москву на год, год в Москве поработал и потом уже, да, обратно уехал в Китай. После этого, получается, с 14-го года практически постоянно там. А почему вот ты считаешь себя патриотом, да, я знаю, почему ты не вернулся в Калмыкию и не предложил как бы свои знания и навыки в республиканском, в республиканских органах власти, во благо республики? Я приезжал, я приезжал в 2013 году, как раз, когда получил диплом. Но там у меня были такие немножко натянутые отношения, вот, в принципе, не сказать, что с Калмыкии, вот именно с государственной властью здесь. Это и то, что я рассказывал про военное, разочарование. А второе было, когда я учился на четвертом курсе, третий или четвертый курс. У нас в семье такая финансовые сложности возникли, а у меня буквально там год-два до окончания университета. И мы прекрасно понимаем, что самое сложное я уже прошел, и мне там нужно чуть-чуть ее закончить. А просто финансовые уже не могли за учебу платить. Прям такой тяжелый год был какой-то. И я взял диплом, я поехал в университет, взял свой табель успеваемости, еще какие-то там бумажки взял с университета и написал открытое письмо. А тогда президент был Кирилл Николаевич. И я ему прям открытое письмо написал, что я такой-то, такой-то, учусь там-то, там-то, вот там табель успеваемости. У меня хорошие оценки были, что из-за финансовых сложностей, типа, не могу оплатить следующий год обучения. Прошу там оказать финансовую помощь. В таком роде написал письмо и лично принес в Белый дом, поднялся туда. Тут же, я не знаю, то ли я наивный был, то ли, не знаю, по какой-то простоте такой человеческой. Я думал, что мне помогут, действительно. Хотя бы, там, не знаю, год оплатить учебу или там кредит какой-то может дать или еще что-то. Какую-то программу может помогут. Естественно, я отдал письмо, ну, на удивление, ответ пришел. Ответ пришел и написали, что так, так, что мы такими занимаемся. Да, не в компетенции. Да, у вас не в компетенции, да, обращайтесь там, в Минобразование, ну, и, короче. То есть, ничего не ушло с помощью, но ты все равно, можно закончил. Да, и я вернулся в 2013 году уже с дипломом и начал ходить, ну, во все такие более-менее структуры, где я считал, что я могу пригодиться. Я и был в казначействе, я был в ФСБ, я был в мэрии. Я просто приходил и говорил, что я вот такой-то, вот у меня есть диплом. А то есть, опять же, по своей наивности, по своей простоте, хотел устроиться на работу, это в 2013 году, да, это было? Да, в 2013 году, у меня 22 года. Ну, естественно, тебя нельзя никому куда-то. Ну, на самом деле, там люди смеялись даже чуть-чуть, то есть, люди смеялись, они не понимали, как это, пришел, ну, понятно. Через чур просто это было? Да, ну, ладно, там диплом есть, ладно, что там, ну, видимо, не глуп парень думал. Ладно из Китая, да? Да, ладно из Китая, ну, все равно там, да, китайский выучит тоже. Ну, понимали, что парень не глупый, но все равно как-то так приходит, там, ни дядя, ни тетя, ни знакомые, ничего. Без сопровождения. Да, без сопровождения еще пытается куда-то залезть. Естественно, да, меня везде отправили. Сколько ты здесь находился, искал работу? Месяца три точно, три-четыре месяца. Через три месяца ты только понял, что ты не получишь здесь работу? Да, я, нет, мне все-таки в конце концов предложили в КГУ что-то там каким-то ассистентам, преподавателям. На регионоведении? На регионоведении, да, там, зарплата стоила вроде 8 тысяч рублей, что-то такое было. И да, я понял, что как бы в Калмыкии я не нужен, знания мои особо не нужны, и, естественно, у меня выбора другого не было, как уезжать. Поэтому поехал сначала в Москву, там год поработал тоже по профессии, по торговле с Китаем. Единственное, что когда я начал искать уже работу конкретно в торговле с Китаем, тоже такой для меня небольшой шок был, что я думал, что вот диплом есть на руках, и все, типа, все двери открыты, все тебя будут там с распростертыми объятиями принимать, что такой молодец тебе нужен. Но когда я уже начал серьезные торговые компании приходить, мне люди, понятно, объяснили, что помимо диплома, это, конечно, хорошо, но, да, знания и фактически опыт в торговле, это другие вещи. Везде это? Да, везде это, да, и надо это уже доказывать. И я вот так начал потихоньку-потихоньку сначала в мелких торговых компаниях, но у меня такой очень, можно сказать, быстрый карьерный рост произошел из-за того, что я для себя так принципиально выбрал, что я буду браться за ту работу, которую никто не хочет делать. То есть у нас торговля, большинство тех, особенно, кто заканчивает университет, они хотят жить в крупных городах, сидеть в офисах и подписывать бумажки, раздавать команды. Но более высокую оплату давали тем, кто ездит по фабрикам в мелкие города, грязные города, постоянно там из одного города в другой переезжают. Где нужно пахать. Да, где нужно пахать, проводить переговоры с китайцами, и там и нагрузка намного выше, ну и платят побольше. И вот где-то три года я вот так работал, ездил по всему Китаю, по фабрикам, по производствам, жил месяцами на фабриках. То есть там, где вообще не то, что там русскоязычные, там иностранцы вообще нет, там все китайцы абсолютно. Ну это наоборот закаляет же. Это закалило, да. Это во-первых закалило, и во-вторых, когда я вот этого опыта набрался, я был на сотнях фабрик, был в десятках городов китайских. Когда я уже пришел в более крупные компании, они видели вот этот мой посложный список, и мне уже предлагали такие, ну довольно-таки более, как сказать, комфортные условия. То есть они понимали, что человек с опытом, он уже знает, как, где, в каких городах, какие производства, какие сложности, технологии производства, технологии, проблемы в производстве. То есть с таким уже багажом было гораздо легче уже сидеть в офисах и просто там подписывать какие-то миллионные контракты, даже не выходя, ну даже не встречаясь с поставщиком. Поэтому, поэтому это такое, да, я думаю, для многих молодых, кто особенно после университетов, каких-то хороших, даже иногда в университетах думают, что сразу все в руки идет. Все равно нужно пахать, нужно себя показывать и в первую очередь, наверное, браться за ту работу, которую никто не хочет делать. Потому что это закаляет, это дает опыт, и в молодом возрасте это, допустим, сейчас, даже я, честно говоря, иногда удивляюсь, как я так в этом... Сейчас сколько тебе лет? Мне 28 сейчас. 28. А сейчас вот должность, назовешь свою должность, и вот где именно компанию, да, где ты работаешь? Компания называется Гала-центр. Это российская компания, да? Да, это российская, одна из крупнейших российских оптовых компаний, закупает товар из Китая, поставляет в Россию, в компании, в сеть собственных магазинов, по России там около 500. Компания изначально была полностью оптовая, а там, если не ошибаюсь, лет 7-8 назад они уже начали, помимо оптов, Должность стоят, ведущий менеджер по закупкам. В Китае? В Китае. Ты находишься в Китае, я базируюсь в Китае, и там... Да, да, да. Поставляешь товар, выбираешь товар, который приходит уже в Россию, да, из Китая. Да. Вот, чтобы ты вот сейчас начал говорить насчет молодых, ребята, что, кроме этого, ты сказал, что ты еще посоветуешь нашим землякам, молодым людям, которые заканчивают школы, хотят поступать? У нас в Калмыкии, мне кажется, иногда среди старшего поколения, да и, в принципе, среди молодежи часто бывает такое, что люди выбирают профессию, исходя из какой-то моды, то есть, или какой-то краткосрочной перспективы. То есть, я помню, допустим, когда я в университете заканчивал, было там можно идти на экономистов, на юристов, потом еще на кого... За техникой будем всегда? За техникой, да, 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 да. И многие... Нефтяники. Ну, нефтяники, да, и да, и нефтяники, кстати. Ну, на нефтяников там поступить и учиться было, мне кажется, посложнее, потому что факультетов, в принципе, таких мало было и таких специалистов верных вузов. Ну, то есть, человек, он выбирал профессию не исходя из каких-то своих внутренних, да, увлечений, интересов, там, способностей, а исходя из какой-то вот возможной перспективы. Я все-таки посоветую всем, кто планирует вообще там поступать или еще что-то, выбирает какую-то учебу, больше исходить из своих каких-то внутренних возможностей и интересов. То есть, если человеку интересно чем-то заниматься, если он от этого удовольствия получает, то в любом случае эта профессия, она его будет кормить. Потому что в любом случае, сколько я встречаю там в разных сферах людей-профессионалов, они всегда хорошо зарабатывают. А профессионалы – это в основном люди, которые просто любят свою профессию. И не важно там, чем человек занимается, он может и в офисе сидеть, и руками работать, и это не важно. Просто если человеку нравится его работа, он от этого удовольствия получает, он становится более профессиональным, а от профессионализма он всегда высоко оплачивается. Это называется любимое дело? Да. А кто же занимается любимым делом, тот и счастлив, становится счастливым человеком. А любимое дело – это надо пробовать, не надо бояться. Пробовать все, что можно. И какое-то там творческое. Вот честно скажу, когда я школу заканчивал, у меня было три тройки. Русский язык, калмыцкий язык и английский язык. Все языки. Все языки. То есть у меня более такой математический склад ума был, и у меня среди родни много математиков. И я поехал учить китайский язык. То есть вообще никакого задатка к языкам и каких-то способностей к языкам у меня с рождения не было. Для меня английский, все языки были какой-то сложные. Но поставив цель, конечно, там у нас были однокурсники, у которых более такое лингвистическое, то есть они более способны к языкам. То, что они учили там за день, я неделю мог изучать. Но каким-то таким усилием, и если человек максимальной силой прилагает, то даже те сферы, в которых он, казалось бы, никогда не обладал какими-то способностями, он ее может освоить. Это нет такого, что человек там, говорят, типа бездарный. Бездарный в чем-то. Нам захотелось. Да, главное захотеть. Да, если захочет, то и танцевать, и петь, и на рояле играть сможет. Ну да, отчего ты действительно будешь кайфовать, ну, в хорошем смысле слова, да. Ну, любимым делом. А вот я знаю, что ты на поддержании всей предыборной компании, ты поддерживал Набсера Манджиева, до одного из кандидатов. Расскажи, вот почему, знакомы ты? Когда я начал поддерживать Набсера Викторовича, я лично его вообще не знал. И все это было, ты когда находился в Китае? Я думал, да, я был в Китае, я наткнулся на его YouTube-канал, потом начал просто в YouTube искать старые видеоролики с Набсера Викторовичем. И я начал поражаться, как вот человек в целом может. То есть я за всю жизнь от наших калмыцких политиков, вообще от чиновников, никогда не видел откровенно честного диалога с людьми. То есть неважно, да, там под камерами, не под камерами, к любому чиновнику заходишь, даже у нас в Калмыкии, такое отношение бывает. Ну, я говорю, что есть, честно говоря, и среди людей, чиновников тоже достаточно достойные люди. Но в целом, в массе, все равно отношение у власть имущих к людям очень такое потребительское. И когда я увидел, как человек честно говорит, как он факты приводит, я такого просто, ну, для меня это было в шок. То есть я понял, как-то вот, знаете, как интуитивно, что я должен поддержать максимум, что, естественно, там у меня каких-то больших возможностей нет, оно там информационное, там еще как-то. Я буду максимально поддерживать и добиваться, чтобы как можно больше людей узнали о его компании. Ну, сейчас мы подходим к тому, что вот ты знаешь, да, на сегодня в Калмыкии очень такая ситуация возникла, да, по связи с назначением Дмитрия Трапезникова на пост главы города Элистыда. Как ты вообще вот про это прокомментируешь? Ну, да, как ты прокомментируешь? И твой взгляд именно на эту ситуацию с твоей стороны? Сам Трапезников, я думаю, это, наверное, все-таки следствие, следствие вот этих, нашего молчания, нашей гражданской пассивности. То есть это накапливалось, это, то есть Трапезников, это, можно сказать, было даже, наверное, какая-то последняя капля, когда уже просто молчать это было, ну, просто невозможно для определенных масс. Я думаю, все это в глубине души, там, все, там, 99% людей отрицательно это восприняли. Но и была масса людей, которые уже просто даже и молчать не могли. Сам Трапезников и вся вот эта ситуация с его назначением и с бранием Хасикова, оно, честно говоря, просто даже не могу какого-то приличного слова подобрать, потому что такой фарс натуральный, фарс. Даже когда была предвыборная компания Хасикова, никто не говорит, что там, никто не говорит, что нам Сыр Викторович 100% бы выиграл, да, чтобы он победил. Но то, что народу не дают право выбора, а за нас решают, как нам жить, кто нами будет управлять, ну, мне кажется, вот для нас, для калмыков, это должно быть каким-то таким посылом к возмущению, потому что мы же, как считаем себя гордым народом, войны, мы там, вот когда встретишь там всех калмыков за пределами калмыкии, калмыкии всегда так и славятся тем, что в обиду себя не дают. Но как так получается, что мы выезжаем там за пределами калмыкии? И даже я, когда уезжал, я уезжал в Китай, мне постоянно там, особенно там дядьки говорили, калмыкию не позорь, нацию не позорь, мне вот так говорили. Ну, потому что ты там один, там и так далее. А как так получается, что у нас, калмыкии, к нам такое отношение, нам не дают ни выбора, с нами не ведут диалогу, не дают… Сами к себе так относимся, да? Да, то есть это мы сами позволили так это сделать, как у Платона, гражданская пассивность приводит к власти злодеев. И на самом деле я считаю, что в этом в первую очередь нужно максимально менять отношение людей к органам власти в целом. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что мне все-таки кажется, что большинство наших земляков все-таки отношение к власти мощным, к чиновникам, как к каким-то правителям, хозяевам и так далее. То есть мы, народ, те люди, которые… Мы платим налоги, и это они наши, мы их работодатели, они наши подчиненные. Любой чиновник там высшего звена, низшего звена и среднего звена, они должны отчитываться за свои… Особенно это к высшим чиновникам относится. Они должны оправдываться, они должны объяснять каждый свой шаг, каждые свои ошибки или там просчеты. Естественно, да, там никто не идеален, каждый может ошибиться там. И политика такой, она должна быть гибкая, она должна быть в плане диалога более открытая. Но когда это все идет односторонне, и народ это молча воспринимает и считает, что… Я вот тоже в ВКонтакте иногда читаю, там, когда посты про Хасикова, там пишут «Батухан», там чуть ли не… Мы должны поклоняться. Да, чуть ли не поклоняться должны. Какой поклоняться? Хасиков, да, он наш глава республики, там, легитимно выбранный. Но это он должен перед нами отчитываться за каждый свой шаг, за каждые свои ошибки и за каждые свои решения. А не мы должны постоянно его просить, просить, чтобы он нам там какую-то подачку или какую-то просьбу нашу выполнил. Поэтому я в этом плане Трапезникова вижу только как следствие нашей гражданской пассивности. Но на самом деле сейчас радует, это, конечно, то, что сейчас ситуация значительно меняется, что большинство людей хотя бы уже понимает, что так дальше жить нельзя. Просто нельзя, просто нельзя, потому что это нищета. Вот если, ну, откровенно говори, Калмыкия, она же уровень жизни. Я вот помню, в Китае был, что-то новости читал, и там был список республик с самым высоким процентом закредитованности населения. Калмыкия на первом месте на душу населения. То есть она самый закредитованный народ в мире. Мы в долг все живем. Потому что, естественно, от чего долг? Потому что денег не хватает. Говорят, треть населения живет за пределами Калмыкии. А почему? От хорошей жизни, что ли? Я тоже вот до... Вот как уехал в Китай, как там учился, я всегда думал, что я вернусь в Калмыкию, там, открою здесь бизнес, там, какой-то, ну, накоплю там денег. Потому что многие так и делают. Многие ругают, да, те, кто уехал там, кто на север, кто в Москву, кто там на заграницу. Так многие же, вот лично я и я всех своих знакомых знаю, все зарабатывают там деньги и отправляют сюда. Кто-то часть, кто-то там все, да, ко семьи здесь сидят. То есть инвестиции сюда идут уже извне от тех калмыков, которые там пашут и зарабатывают. Поэтому ругать говорит тем, что, ну, вот, говорит так, что там, ну, ты уехал, что-то наши проблемы не знаешь. Так как не знаешь? Что ты посоветуешь ребятам? Вот кто в движении, кто в... Активисты, да? Я в том числе. Максим. Ну, честно говоря, я надеюсь, что наше вот это сообщество, как сказать, возмущенных, оно будет расти. Вам я даже не то, что советую, я желаю, чтобы у вас больше сил было. Потому что, честно говоря, вот смотришь, я вот все ваши ролики смотрю, особенно вот последние, они вообще сильно гремят. вот это информирование населения, оно очень большую роль играет. Потому что сейчас реально нету, нет какого-то источника информации, который бы более-менее реально подавал людям информацию. а там, грубо говоря, депутаты ЭГС, да, там, мне кажется, 90% людей, даже фамилии их не знали. Не знали, как они выглядят. Хотя это люди, которые выбрали нам Трапезникова. То есть, ну, вот эта вся информация, которую, которую вы подаете, я думаю, это очень-очень важно. И надеюсь, что все больше сторонников вас будет. Вот что ты вот недавно была, вот ты, наверное, видел, Галина Дарда появилась. Да, Галина Дарда. В интервью, когда мы брали интервью с Максом у нее, она вот философски отвечала, разделила людей на две категории. Те, кто не молчат, и те, кто молчат, и, может быть, им кинут, Костя, может быть, и не кинут. Вот я, в принципе, согласен с этой ситуацией, что она на сегодня есть. Что ты посоветуешь тем, кто молчит? Вот как нужно объяснить тем людям, чтобы они не молчали? Когда вот мы с тобой прекрасно понимаем, что нельзя молчать. Что ты посоветуешь? Может, ты же там зажгешь их как-нибудь, подвигнешь их на это. Твои слова какие были? Ну, я... К тем, кто молчат, я бы посоветовал, даже не знаю, как это было правильно выразить, чтобы они больше думали о будущих поколениях, о детях, которым жить здесь, в республике, о внуках. Потому что реально то, что мы сейчас, кто-то может уехать, кто-то не может уехать. Но большинство, особенно и молодых семей, которые уже здесь живут, и старшем поколении, получается, это их уже дети и внуки, от того, какая будет здесь власть и какие она будет проводить там реформы, распределения, будет зависеть их конкретная жизнь. Потому что им все равно, да, им там, детям там 2-3 года, там 4-5, в любом случае они, скорее всего, там до 17-18, ну до окончания школы, будут жить здесь в Калмыкии. Как они здесь будут жить, это напрямую зависит, точнее, во многом зависит от того, какие у нас будут чиновники, какое будет здравоохранение, какое будет образование, какие будут дороги, какая будет полиция и так далее. То есть, а если мы гражданским обществом не будем пытаться хоть частично контролировать все эти процессы, то тот нищайший уровень экономический, он будет и дальше стагнировать. Будет одна стагнация и, я не знаю, какого-то такого просвета уже. Просто у меня ощущение, что у нас шансов уже второго не будет, честно говоря. То есть, либо мы сейчас все просыпаемся и начинаем бороться за свою жизнь, за достойную жизнь, за уважение, либо дальше будут какие-то такие неправимые процессы, которые уже восстановить будут. К чему могут привести эти процессы? Нас в целом, по населению, я думаю, во-первых, мало. Во-вторых, к нам, здесь, в Калмыкии, уровень миграции постоянно повышается. Я недавно там читал, что в Калмыкии только работающих узбеков, мигрантов 5000 человек. 5000 человек. У меня Кага преподает в университете, там у них есть целые группы. Ну, это правда по обмену. Там, с Узбекистана, с Туркменистана, с Таджикистана и так далее. То есть, какие будут последствия, трудно сказать, это может быть ассимиляция, либо полностью разъедутся, либо еще что-то. Но в любом случае это такой, какой-то трагический исход. Какого-то единства и какой-то консолидации уже в помине не будет. Потому что, если есть какая-то причина объединяться, то она как раз сейчас. Как раз сейчас, когда просыпается именно это гражданское общество. Когда нет лидеров, по сути дела. Хоть мы и говорим, хоть и я поддерживал нас, Игорь Викторович, хоть и вы, как группа активистов. На самом деле, чем мне нравится нынешнее положение, это то, что вот этого протеста и вот этого активного движения сейчас очень много людей появляется. И все, когда начинают углубляться в это, они понимают, что здесь нет прям каких-то определенных лидеров. Все просто пытаются достучаться до правды. Все хотят, потому что надоело просто эти... Вы почитали там, грубо говоря, посты Батухасика? Они такие линейные, они как будто без души пишутся. Там как робот написал, там отчитались, там собрали. Сегодня было заседание, там провели вот это, вот это, вот это. А никакой конкретики. Просто люди хотят правду уже услышать, хотят более конкретных вещей, понимания, когда у них что будет меняться. А без активного участия получить правду и получить какие-то изменения невозможно. Не заставим работать, не будут работать без... И вот такой вот вопрос. Ты вернешься к вам? Трудный вопрос сейчас. Хорошо критиковать местную власть, находясь в Китае. Ну да, это справедливо. Справедливо. А вот еще вот такой вопрос. Вот если бы ты встретил, да, Батухасикова? У тебя с ним случился бы доверительный разговор. Что бы ты спросил у него? Что бы ты сказал ему? На самом деле, Хасикова лично мне сказать особо нечего. И даже и спросить особо нечего. Потому что все равно человек, я считаю, оценивается по действиям. И огромный шлейф с момента его вступления в исполняющие обязанности, которые уже трудно какими-то ошибками назвать. То есть там явные какие-то... Это даже не ошибки, а просто непонятно из каких мотиваций у человека. Когда человек говорит одно, делает другое. Когда он Орлова представляет Совет Федерации, рассказывает, что он еще там думает, а сам месяц назад подписал указ. Ну, такие вещи, они как бы очень мало хорошего. И даже если он... Да, что не нравится еще конкретно... Хасиков очень мало выступает открыто перед людьми. То есть, сейчас век современных технологий. Какие сложности там сделать интернет на прямой эфир. Просто собрать людей. Потому что сейчас, даже по России, если брать, есть такая тенденция руководителей на высших региональных должностях, которых выбрали для народа в Хабаровском крае. Они выходят в прямые эфиры, да? Да, и они там чуть ли не каждую... У них есть там каждую неделю они выходят в эфиры, они постоянно снимают все совещания на камеры тоже в прямом эфире. Они постоянно ведут обратную связь с народом, с людьми. И с оппозицией даже тех, кто с ними не согласен, они постоянный диалог ведут. И как бы в Якутске, да, в Сардана Аксенте. Просто на них смотришь и думаешь, ну, неужели... Когда нет примера, да, тяжело как-то воспринимать. А когда ты видишь, что так можно, что так люди работают, и это правильно так работает, то понимаешь, что у нас что-то не так. Оппозицию можно спонсировать? Ну и давайте не для этого. Все уже. Ну, спасибо.